Приветствую вас дорогой друг, на связи с вами Николай Лобанов. И сегодня я расскажу вам о том, как выводятся деньги из компании Infinii, как они поступают на ваш кошелек GPG и как вы можете после этого отправить их на свою пластиковую карту. В какой бы стране вы не жили, есть ли у вас проблемы с банками или нет, но используя это видео вы сможете легко выводить деньги на свою пластиковую карту и использовать их по своему усмотрению. Итак, у каждого есть такой бэк-офис и для того, чтобы посмотреть ваш баланс, мы просто кликаем вот по этой ссылке. Click here to your balance. Ну, есть люди, которые до сих пор не верят, что в Infinii зарабатываются деньги, пусть они порадуются за нас. Давайте посмотрим. Здесь время расчетного периода за первую неделю. С 4 по 18 декабря. Мы вошли в этот бизнес 10 декабря и получается с 10 по 18 это доход с одного из бизнес-мест. Здесь вы видите 450 долларов, еще 67 начислено, 29 здесь тоже есть и в общей сложности 487 долларов. Для того, чтобы вывести ваши деньги, вам в первую очередь нужно было открыть свой кошелек. И об этом у меня есть видео урок, вы можете посмотреть его на моем канале или найти где-то в другом месте в YouTube. То есть у вас должен быть создан кошелек GPG. И после того, как он создан, вы кликаете вот сюда. Вывести свои средства. Но когда мы заходим сюда, запрос выплат, мы видим, что здесь сумма 1357 долларов. Вот это доход за первую неделю. Как вам такое нравится? Это первая неделя. И для того, чтобы вывести эти деньги, мы просто кликаем по кнопке запрос. Причем эти деньги появятся на кошельке примерно в течение первых 12 часов. Но тем не менее я нажимаю запрос и деньги отправляются на мой кошелек. Как видите, здесь уже на балансе 0. Всего можно вывести 0. Итак, всего было 1320. Еще выплаты. Это вот 1387 долларов. Но сейчас мы зайдем на кошелек. И я вам покажу, как он выглядит и как он работает. Для этого вы кликаете вот сюда. Платежи. Настройки выплат. И вы переноситесь на свой кошелек. Если он у вас еще не открыт, вам нужно будет пройти процедуру его активации. Ну а мы сейчас просто заходим в этот кошелек, кликаем один раз на кнопочку, перемещаемся вниз. Здесь можно прочитать. Кстати, рекомендую прочитать все условия работы кошелька, чтобы вы были в курсе. И переходим уже непосредственно в кабинет, где находится кошелек GPG. Здесь мы вносим свой пароль. И вот мы с вами в кошельке. Давайте посмотрим баланс, который здесь был до нынешнего момента. Вот смотрите. Здесь уже было выведено 1295 долларов. Потом еще 29 долларов было начислено. То есть я сейчас даже затрудняюсь сказать, сколько заработано за первую неделю. Но по меньшей мере около 2000 долларов. Сюда входят, как я понимаю, еще и Beginner Bonus. То есть те вот самые интересные деньги подъемные, которые получает каждый новичок, пригласившие двух человек и создавшие определенный оборот. Об этом я рассказываю на всех презентациях. Я надеюсь, что вы об этом знаете. Итак, после того, как примерно через сутки деньги поступят на ваш кошелек, вы их можете вывести. У вас есть на сегодняшний день пока что один вариант вывода. Это на карту. Хотя их здесь предполагается два. Вы можете добавить сюда карту. И вы можете добавить сюда банковский счет. Пока что банковский счет, эта функция не включена в полную меру. А вот карту, пожалуйста, вы можете уже сегодня прикрепить сюда карту. Я, например, уже это сделал. И для тех, у кого есть сложности, например, они где-то за границей или еще что-то. Я покажу вариант, как вы можете открыть, создать карту, которой сможете пользоваться. Как видите, у меня здесь есть карта OTP банка. И есть еще карта ADV. Причем я здесь поставил карту ADV virtual. Потому что только вчера я заказал карту пластиковую. Но вам можно будет тоже заказать пластиковую карту. И когда вы ее получите, просто сюда внести и вы сможете ее пользоваться. Сейчас я даже покажу, как это выглядит. Что это за карта, я потом еще сделаю небольшой видео урок. И вы посмотрите, что это действительно очень удобный вариант. Вы можете открыть эту карту и никому даже не демонстрировать свои доходы. Потому что это оффшорная карта. И здесь соблюдается срок конфиденциальности. Итак, я вначале удалю эту карту. Она мне как бы сейчас не нужна. Вы можете всегда иметь только две карты. Закрепленные за вашим кошельком. Вот сейчас у меня одна карта осталась. И для того, чтобы добавить карту, вы можете либо вот сюда кликнуть, либо добавить вот здесь кредитную или дебетовую карту. Ну давайте кликнем вот здесь. Добавить карту. И все здесь очень просто. Все на русском языке. Вы просто выберите русский язык, чтобы у вас всегда было на русском. И смотрите, вот здесь вы впишите имя, как на карте, латиницей. Здесь вы пишите фамилию, как на карте, латиницей, большими буквами. Здесь выбираете валюту. Причем смотрите, здесь есть валюты практически все. Естественно, лучше всего взять доллары, но можете взять и евро, можете взять даже гривны или рубли. Вот гривны я точно видел. Сейчас найду. Вот смотрите, это гривна, UAH. И вот рубли. Пожалуйста, вы можете взять хоть гривну, хоть рубли. Может быть даже тенге. Но лучше всего, наверное, в долларах, потому что карта все равно конвертирует. И если вы ставите свою карту, на которой лежат доллары, в банкомат где-нибудь в Казахстане или в Европе, вы снимите в той валюте, на территории страны, в которой вы находитесь. Поэтому я рекомендую здесь выбрать доллар, чтобы не мучиться. Здесь вы вводите номер карты 16-значный. Здесь вы его подтверждаете. Обязательно укажите тип карты. Это либо мастер-карт, либо виза. Карты, которые я покажу, будут мастер-карт. И здесь дату вносите месяц и год. Единственное, что я уже проверил, карта Painter, которую многие имеют и хотели бы ей пользоваться, здесь не прикрепляется. Painter не прикрепляется. Я покажу несколько вариантов карт, и вы сможете их использовать. И под этим видео вы сможете взять ссылочку для открытия этих карт. И после этого кликайте подтвердить, и карта ваша закрепляется. Здесь может быть как виртуальная карта, так и пластиковая, реальная. Плюс вы можете сами здесь открыть виртуальную карту. С нее, например, вы можете проводить оплату. То есть кошелек очень удобен. И поэтому никаких проблем не будет с тем, что вам нужно выводить деньги. Ну, кстати, как выводятся деньги? Давайте. Вот у меня сейчас 1048 долларов есть, и я их хочу вывести. Я просто кликаю вот на эту кнопку, вывести на мою карту, либо Visa, либо MasterCard. Здесь мы выбираем, но она одна по умолчанию. Здесь мы видим сумму, вот 1048 долларов я выведу. И снимается 5 долларов. С любой суммы, которую вы выводите, снимается 5,5 долларов. Поэтому есть смысл выводить суммы, но чем больше, тем больше будете экономить. Потому что выведите 100 долларов, заплатите 5,5, выведите 1000, заплатите тоже 5,5. Я сюда вношу сумму 1042. 5 долларов снимается. Кликаю дальше. Пишу, что я неверную сумму вел. 1042. Кликаем дальше. Курс обмена 1 к 1, естественно. Карта. Сумма. Снятие 5 долларов. Итого 1047. Кликаем подтвердить. И через 2-3 дня эти деньги будут уже на карте. После этого нужно будет прийти в банк, эти деньги получить в долларах. Либо вставив карту в любой банкомат, извлечь эти деньги. Процесс перевода средств начат и будет завершен после утверждения вашей компании. Поскольку деньги я уже выводил, сейчас я зайду и даже покажу вам на своей карте, что деньги уже выводились. Вот здесь есть, кстати, эта транзакция. Здесь написано, что вот 300 долларов выводились на мою карту. 300 вывелось, 1023 осталось. 5 потом еще снялось. Итого 1018. Вот мы сейчас эти деньги вывели. Ну, кстати, то же самое я сейчас делаю с аккаунта жены. Это второй аккаунт, который мы развиваем. И здесь тоже видно, что вот комиссии 210, 495. И если мы кликнем вот сюда, запрос выплат, то здесь общая сумма, как видите, 909 долларов. Тоже кликаем в запрос. Деньги будут отправлены на кошелек JPG. И мы сейчас зайдем на этот кошелек. Опять же кликаем сюда, выплаты настройки. И переходим на наш второй кошелек. Кстати, я встретился с проблемой. На некоторых компьютерах, вот после того, как мы кликаем по этой кнопке, не открывается ничего. Я еще не знаю, в чем причина. Вам нужно, ну, либо подождать, либо самим разобраться, попробовать с других компьютеров, с других браузеров. Но, по-моему, браузеры здесь не помогают. Поэтому нужно будет как-то этот вопрос решать. Я еще пока не понял, в чем проблема. Будем искать. Теперь мы находимся в кошельке моей жены. Такой же кошелек JPG. Видно, что здесь остаток 663 доллара. Видно, что здесь тоже транзакция была вывода. Вот, отправлено 200 долларов. Но только теперь на карту Овальбанка. То есть и OTP банк, и Овальбанк опробовали. Я думаю, проблем не будет ни с одним банком, лишь бы и вы закрепили карту. Поэтому, ну, никаких проблем нет вообще. И сейчас нам тоже эти деньги нужно вывести. Мы кликаем вот сюда «Моя виза». Здесь написано, что доступно 657 долларов. Я пишу 650. Кликаю дальше. Опускаемся вниз. 655,5 будет снято. Кликаем «Подтвердить». И все. Все очень просто. Ну, сейчас зайдем еще для демонстрации, как это выглядит в банке. В самом банке внутри на карте. Итак, вот смотрите, я зашел на карту Ольги. Здесь эта карта. Видно, что 1-го числа я деньги отправил. 5-го числа они поступили. Я думаю, вы понимаете, почему 5-го, а не 3-го. 2-3 дня праздников. 2-3 суток идут деньги из банка в другой банк. И вот, что написано. Откуда это? Тип транзакции. Торговая точка. Безотековый разрахунок. Global Pair. GPG. Здесь было 10 долларов. И поступило 196. Ну, 197. Получается, 3 доллара банк где-то забрал. То есть, это, наверное, какие-то промежуточные банки. И забрали 3 доллара. Вот теперь я смотрел, с 300 долларов было забрано 2 доллара. То есть, какие-то еще деньги теряются по пути. Но я думаю, с этим можно смириться. В любом случае, все очень просто, довольно быстро и очень удобно. Ну, что ж, друзья. Я думаю, по поводу вопросов, есть ли деньги в Infinii. Выводятся ли деньги из Infinii. И как их вывести после моего видео, отпадут у всех. Если вам нужно открыть карту, вы можете кликнуть по кнопочкам, которые здесь сейчас есть. И сможете перейти на мое видео, где я расскажу о том, как открыть карты. И какие варианты вы можете использовать. На этом все. С вами был Николай Лобанов. Всего хорошего. До новых встреч. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Желаю вам успешного развития вашего бизнеса в Infinii. И если вы еще не в этом бизнесе, то обязательно регистрируйтесь и используйте эту уникальную возможность. Здесь зарабатывают все. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok